всем здрасте вы на канале пиратская жизнь а не ног да как я с вами временно вот в общем нас вовчиком возник спор вот я ему говорю что если будешь готовить сам и снимать сам да то тебя люди не второй раз второй раз так не поддержит потому что как бы это была временная акция тебя просто поддержали вот он утверждает что все будет хорошо и сейчас все приготовлю люди меня поддержат лайками поддержат комментариями типа рецепт мой зайдет он прям вообще он бомба там всем зайдет вот ночью мы с ним поспорили вот он меня говорит прогоняет кухня это идеи там занимается своими делами мне как раз нужно поймется там кое-что сделать каналом вот поэтому ну не знаю я говорю чисто вот спор ради спора я и давай сейчас последний раз оставлю одного будешь готовить вот но если говорю видео не зайдет если берет мало лайков мало комментариев то потом будем готовить только вместе да потому что многие писали что типа это временная акция лет поляво вам скучно неинтересно и прочее в общем вот ну я конечно надеюсь что все таки вам понравились его рецепты понравилась его подача и вы его в этот раз тоже поддержите сегодня он хочет приготовить мясо по-бургундски вот я ему уже все принципе приготовила вот я вам приготовила смотрите она для начала у нас говядина вот такая бедренная часть здесь кило двести вот такая говядинка да у нас еще смотрите идет красный лук вот я почистила 2 больших луковицы 1 вот видите как это плохая была вот я бы ковыривала состояла вот еще потребуются конечно же грибочки лучше взять такие маленькие шампиньончики чтобы их не резать а вот еще у нас идет девочки смотрите это у нас когда мясной продукции бекон вот забыла слова бекон вообще старая стала бекон дыма сырокопченый бекон а вот и все в принципе больше ничего не потребуется потребуется только какие-то специи вот потребуется масло вот я говорю давай все быстренько сделаем вместе будет быстрее будет нет я сделаю сам меня люди поддержат ты смотри как это вот видишь типа я лучше я уже дать честно даже ревновать стала что вы как-то вот меня не поддерживаете а его поддерживается ну как-то не очень красиво с вашей стороны ну ладно я сказал еще один раз вот есть а поддержи там я уже подумаю про введение твоей рубрики регулярные так далее вот ну и самой знаете честно отдохнуть огромное дело и дело потом есть счета по критикую а вот так что не знаю как зайдет вот вам решать как говорится поддержите окей я подумал не поддержите ну все значит будем готовить вместе очень мои хорошие оставляю вас слова нам наедине вот готовьте с удовольствием с ним ну и потом как говорится жду вас комментариях обсудим все увидимся в конце попробовать буду пока он тормозит пришла вино продегустировать а то чё вино-то будет стоять он сейчас дегустируется кто мне не даст ой пальцем ой а романт аромат аромат тату-ру-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру на пальцем придавила уже такая не аккуратно это а душу девочки дегустирован винишка а то сейчас приготовить блин и все Немножко Так, вино должно подышать Так, девяточки пробуем, пробуем Ооо, хороший А еще Вован, оставь мне пол бутылки Все, я ушла Всем нравится, снова я Вован И он канал Пиратская жизнь Так, сегодня мы будем готовить Иди отсюда Иди отсюда Иди отсюда Дверь с той стороны закрой С той стороны закрой дверь Ходят тут всякие, мешаются Вот, сегодня мы будем готовить мясо По-бургундски Ну, типа такой рецепт Вот, такие вот специи нам понадобятся Базилик, это тимьян Листик, естественно Соль, перец Говядинка Это у нас лопаточка Так, лучок Вот такие вот грибочки Шампиньоны Вот такой вот бекончик Ну и обычное дешевое грузинское вино Ну, блять, 300-400 оно стоит Итак, приступим Значит, вот мы будем готовить И тушить наше мясо Мясо вот здесь вот, в этой вот Мультиварке Здесь мы будем обжаривать Грибочки, ну и все остальное Вы увидите потом Итак, начнем Сначала нарежем наше мясо Вот И... Потом начнем Лучок Сгинь отсюда! Да Леди что Так Начнем резать наше мясо Мясо, 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 мясо Вот такой вот ножичек Мой Шеф И начнем Варганить Да Вот Нарезаем такими Средними кусочками Нашу говядинку Очень вкусно будет Вот Самое главное Протушить Хорошенько Вот Почему на вине Но как бы Быстрее размягчает Вот Вине еще так же готовят Не только говядину Так как говядину Можно приготовить Чтобы она была мягкой И без вина Вот Вот Но в основном Вине готовят именно дичь Там Кабана Заяца Ну и прочее Вот То есть Оно более мягко делается И при этом Если готовить Кабана Кто вообще кабан Это Готовил кабанчика Именно кабана А не свинину То Он немножко Это вонючий Потому что это хряк Вот Чтобы вот этого запаха не было Вот Поэтому используем Вино Лучше конечно крепкий алкоголь Если готовить кабана Вот Нарезаем вот так вот Мяско Ширенькие такие кусочки Они протушатся Будут меньше Будут меньше И гораздо меньше И потом приступим Готовить Наш лучок Нарезать будем Ну вот как то так Продолжаем Нарезать Потом Закончим С лучком Итак Мясо мы Порезали Вот так вот Кусочками Сейчас будем Нарезать Лучок Будем Резать На 4 части И потом Тоненько Нарезать Как Типа Слайсом Вот Полукольца Грибочки Мы Прямо так вот И запустим Обжаривать Именно брать нужно Вот такие Если берете крупные То их нужно резать Причем мелко Вот так вот Но лучше Если вы найдете Вот такие маленькие грибочки Их не нужно резать Их можно Прямо так Бекон Так Сейчас Начнем Позже Бекон Порежем Ну и вот такое вино Сейчас мы Откроем вино Чтобы оно Немножко Из вина Чтобы вышли Пары Спирта Чтобы Вно было Был свой запах Свой вкус И так далее Такой Это у нас Красное Сухое Грузинское вино Кстати Нарх Хорошее Вот Брать нужно Именно для бургунского мяса Чтобы тушить Именно сухое вино Вот Не полусладкое Полусладкое У него немножко другой Другой вкус Не такой как нужно Для того чтобы придать мясу Такой Экстравагантный Чтобы Вкус Чтобы Все чувствовалось И грибочки И бекончик И все остальное Итак Начнем С лука Так Берем наш лучок Можно белый Можно красный Я всегда беру Красный Лучок Так это лишнее Убираем Убираем Режем Такими Полукольцами Не торопимся Вот Продолжаем Все нарезать Это у нас Классический рецепт Бургундского вина Так как В классическом рецепте Там еще идет Картошка Морковь Причем Картошку Можно использовать Именно Бэби Такая же маленькая Как наши Шампиньоны Вот Это будет Лучше Выглядеть Именно В этом блюде То есть Небольшие Грибочки И так далее И такой же Небольшой Картофель Вот Сейчас он Везде Продается В магазинах Вот Так что Никаких проблем С этим не будет Ну а мы Готовим Адаптирный Такой рецепт Вот Нашего Мяса Наш Лучок Порезан Сейчас мы его ставим Жарится Жарить его Когда он начнет Подкармелизовываться Мы Запустим к нему мясо И будем его Обжарить до тех пор Пока Чтобы он Не дал сок Чтобы сок остался Внутри мяса После этого мы это Все перекинем В нашу мультиварку Вместе с луком Добавим вина И Оставим тушиться На На 40 минут Вот И Займемся Тем временем Пока будет наше мясо тушиться Мы Займемся Нашим Беконом И Всем остальным И грибочками Мы их будем Обжарить На нашем Сковородке Или как сказать Вок Так вот Начинаем Обжарить 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 Вот Когда он Немножко Начнет Подгорать Добавим Добавим Мясо 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 На тушение Мясо 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 Так Вот Нарезаем Небольшими Кусочками Чтобы Все Прожарилось Хорошенько Бекончик Отдал Жир На который Мы будем Жарить Наши Грибочки Позднее, когда мы закинем наше мясо, тушится, мы займемся нашим бикончиком. Начнем его жарить, пока не переложим нашу тарелочку подготовленную и пока вымыли нашу доску. Итак, наш лучок уже почти начал карамелизоваться, мы выкладываем наше мясо. Аккуратненько так на лучок. Не полностью. Вторую половину мы выложим после, когда все выложим. Эту партию обжарить у нас и будем готовить вторую партию. Прям пришла разбираться. Вот сидела 20 минут, слышала? Иди отсюда вообще. Я готовлю, а не ты. Вот, ребят, пришла и мешает мне готовить. Это злая редиска. Вот наше мясо готово почти. Мы обжарили. Вот у нас тут лежит тушица. Сейчас мы добавим самое главное. Винишень. Вино, вино, вино добавим. Она там кричит. Пускай бесится. Эта злыдня там ходит и бесится. Вот поставьте ей дизлайки. За это мне лайки. Вот, ребят. Мы поставили наше мясо тушиться. Добавили вот такого вина в бокал. Вот такой бокал. Туда. И оставили тушиться на 40 минут. Закрываем крючкой и пусть тушится. Вот какие завистливые люди ходят. Сависть, сависть с них играет. Ну, а пока наше мясо тушится, мы сейчас приготовим бекончик пожарим. На этом бекончике вымыты вот такие наши шампиньончики. И запустим их туда же тушиться вместе с нашим мясом. Смотрите, мы жарим наш бекон и добавили к нему бочки. И сейчас мы их обжариваем. бекончик. Я не знаю. Добавлю. Бекончик. Продолжение следует... 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 Когда мы добавляем туда специи, само собой добавляем соль немножко. Бекон у нас соленый. Добавляем туда перец черный, обязательно. Добавляем туда базилик сушеный. Может, конечно, свежий, если есть. Но у меня нету. Добавим сушеный. Буквально чуть-чуть и все. Также добавляем туда наш тимьян. Буквально чуть-чуть. Для запаха. Ну и куда, конечно же, без лаврового листочка. Добавим буквально пару штук. И достаточно. А теперь самое главное. Перемешаем это все, ребята. Вкусно-то. Бейтолька. И добавим последний наш полстакана вина. Добавляем в мясо. Добавляем в мясо. Тушим еще 20 минут. И наше мясо готово. Ну а на этом у нас все. Всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До свидания. До свидания.